Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья, и сегодня я вас познакомил с материалом, который публиковал, на мой взгляд, талантливейший журналист Шура Буртин в интернет-портале Медуза. Если вас интересует качественная, хорошая журналистика на русском языке, смотрите Медузу, потому что мне кажется, что уже попросту больше ничего не осталось. Во всяком случае, на таком уровне новой газеты уже нет. Ну хорошо, а мы можем продолжить уже с нашими радиослушателями. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Алексей. Вы знаете, очень интересная тема. Почему? Но я вам должен сказать, я не удивлен тому, что произошло сегодня с народом России. Во всяком случае, с большинством этого народа, 80% которого практически поддерживают эту варварскую войну против Украины. Вот я хотел бы чуть-чуть, во-первых, задать один вопрос, хотел бы услышать ваш ответ, но позже, после того, как я выступлю. А как вы думаете, как бы отвечали немцы при Гитлере, если бы проводился такой опрос? Ну как бы представим себе, представим себе эту ситуацию и их ответы. Это первый вопрос, который я хотел бы потом получить от вас ответы. А второй, что я хочу сказать, буду компактным. Я не удивился вот почему. Ведь никто не выступал против того, когда Советский Союз прибирал чужие территории. При Балтику, Западную Украину, Бессарабию, Финляндию. А затем начал войну с Гитлером, в которой погибло около 60 миллионов человек. А затем в 70 лет, будем прямо говорить, измывался над Восточной Европой. В 21 веке никто не возмущался практически, когда отхватили территории, 20% территории Грузии. Затем Крым, Донбасс, Луган. И никто не возмущался, наоборот, радовались. И я себе задал вопрос, а как эти люди могут выступать против? Ведь одна часть этих людей обманываться рада была, чтобы можно было какие-то деньги делать на этой всей пропаганде, что они делают. Вторая часть – молчаливое большинство, которые, я не знаю, что они у себя внутри, в душе имеют, но во всяком случае они не выступают против этой трагедии, которая разыгралась в Украине. И я хочу задать вам вопрос. Эти люди, которые никогда не были практически в демократии, это рабство, которое идет еще с далеких времен могло-татарского ига, когда они жили под ханами, жили под Польшей, которая чуть ли не дошла, нет, дошла до Москвы. И эти люди – это потомки этих людей, которые не знали, что такое свобода, за исключением некоторых только людей. И вот это, мне кажется, сегодня вывелось в то, что происходит. А самое страшное, самое страшное – Россия, по большому счету, никогда не была наказана международным сообществом за те преступления, которые она творила против мира, начиная с 1917 года по настоящее время. И она даже не ответила за то, что творила накануне Второй мировой войны. Она не ответила ни за Грузию, ни за Крым, ни за Луганск, ни за Донецк. Вот только сейчас начинается вот то, что она будет отвечать. И я уверен, я уверен, что то, что сейчас происходит, многие люди в этой России, когда будут находиться в петле, как немецкий народ после Гитлера, вот только тогда, может быть, они зададут себе вопрос, «А зачем мы все это делали? Для чего?» Германия сумела ответить на эти вопросы, и сегодня живет, слава Богу. А Россия пока не ответит на эти вопросы, она не сможет жить нормально. И если сейчас ей простят это все, будет дальше битва, но уже с участием и НАТО, и стран НАТО. Вот, надо предотвратить эту беду, и сегодня Украина на переднем плане, на переднем плане. Гадуард, я вас понял. Понял. Давайте я позволю себе коротко ответить на ваш вопрос, как бы чувствовали или что могли чувствовать немцы в 1139 году. Ну вот, наверное, примерно то же. И вы сами ответили, что Германия после войны прошла непростой длительный путь покаяния. Ну вот, это, наверное, самое главное, что отличает современную Германию, современный немецкий народ, что они приняли ответственность за ту страшную войну. И чувство ответственности за ту войну, это отличает современную Германию. Ну а в современной России об этом говорить, на мой взгляд, чрезвычайно рано, но хотя бы потому, что война продолжается. Мы говорим о том, что прошло ровно 60 дней этой страшной войны. Войны, когда разрушаются мирные города, когда гибнут люди, когда мы узнаем о страшных случаях военных преступлений, насилиях против женщин, детей и так далее. Эта война, к несчастью, еще продолжается. И когда она закончится, как и любая война, мы с вами не можем знать. Но мы можем верить в то, что справедливость, добро, свет в конечном итоге побеждают. Победят они и на этот раз. Давайте теперь послушаем вас. Здравствуйте, в эфире. Добрый день, Алексей. Я хочу поговорить о параллелях. Много лет назад мы смотрели с женой «Американский ликбез». Не пропускали ни одной передачи. И как бы талантливо Виктор Капалер не вел эти передачи, мы понимали, что он не автор. Так мы узнали, что автор этих передач – Алексей Наксон. Забегая вперед, я скажу, что «Американский ликбез» и ваша книга «Нью-Йорк. Город и люди» – это две больших творческих удачи. Теперь о параллелях. Я думаю, что пришло время писать книгу «Китайский ликбез». И вот почему. Русскому фашизму свободный мир, западный мир вынес приговор. Русский фашизм, безусловно, будет уничтожен. В этом никакого сомнения нет. Китайцам следует задуматься, потому что в мире существовало две угрозы – Китай и Россия, и русский фашизм будет уничтожен. Я думаю, что, когда Уинстон Черчилль сказал такую одну из его гениальных фраз, что главный урок истории заключается в том, что человечество не обучаемо, он не имел в виду китайцев. При том, я не один раз бывал в Китае, это обучаемое население, и у них война в их идее мягкой власти, она стоит на 49-м месте. Поэтому для них важно это. Вот это одна из параллелей. Следующая параллель. Когда вы пытаетесь найти человеческие ответы на действия людей, которые сегодня зверствуют на Украине, я считаю, что этот посыл неправильный. Он неправильный по одной простой причине. Нужно анализировать, что люди делают. Искать что-то человеческое в нелюдях невозможно. Опять аналогия. Вы знаете, все знают, что нас, евреи, обвиняли в том, что вчера была Пасха, в распятии Создателя. Но евреи не могли по простой причине это сделать. Потому что евреи могли забить камнями, палками забить, но распять они не могли. Поэтому, когда русские говорили, что они народ богоносец, они ничего общего с религией не имеют. Сегодня то, что они делают, должно откинуть вас во времена царя Ирода. Это язычники. Это варвары. Другого ответа нет. И в истории они останутся варварами. И похоронен, повторяю, этот фашизм, будет на украинской земле. Слава Украине! Героям слава, спасибо на добром слове, спасибо за ваше хорошее отношение к моим передачам «Ликбез». Вспомнили Виктора Топалера, кстати, это был совместный проект. И за книжку, конечно, огромное спасибо. Спасибо. Ну, хорошо. А меня действительно, я не случайно затронул эту тему, меня очень волнует человек в человеке. Человек в человеке. Ведь в каждом из нас, знаете, есть два начала. И эти два начала существуют и в каждом человеке, и в природе. И мы это прекрасно все с вами знаем, понимаем. Помните эту, как раз, если мы говорим немножко о религии, о древней истории. Ну, помните эту библейскую историю о том, что у первых людей Адама и Евы было двое детей, два мальчика. Одного звали Каин, другого звали Авель. Вот даже тогда два начала. Начало Каина, начало Авеля. И в каждом из нас, без исключения, живут эти два начала. И вся история человечества, вся история культуры, религии направлена была на то, чтобы побеждал всегда Авель и не дать победить Каину. Вот для этого писались книги, для этого создавалась прекрасная музыка, для этого художники подходили к холсту или к скульптурному станку. Все ради этого, чтобы вот то начало, светлое, доброе, человеческое, гуманное, которое есть в каждом, чтобы оно побеждало. Почему же сейчас, в это время, время, когда доступна любая информация, когда можно подойти к любой собкровищнице культуры, прочитать любую книгу, услышать любую музыку, посмотреть любое произведение искусства, живопись, когда это все доступно, почему же там побеждает Каин? Потому почему? Почему в обычных нормальных людях внешне побеждает Каин и терпит поражение Авель? Один маленький еще эпизод из этой, на мой взгляд, потрясающей работы этого журналиста Шуры Буртина. Очень коротко. Другим крайним случаем была парочка модных ребят, которых мы встретили в торговом центре. Они, наоборот, отлично понимали, что происходит, и были за войну, бомбежки городов и убийства мира населения. Один из них, мощный парень, с холодными глазами, спокойно произнес, что и сам всех их пошел выбивать. Я думал, дядя Вова и грохнет Украину еще в 2016-м, когда они на митинг с фотками Бандеры вышли. Надо было, чтобы град не останавливался, и пофигу, что это мирные жители. Вам правда пофигу? Конечно, пофигу. Мирными жителям можно пожертвовать? Да, конечно, можно. Они же угрожают всему остальному миру. Понимаете, пофигу, что мирные жители. Это говорит современный молодой человек. Наверное, он в школе узнавал о том, что была страшная война, что гибли мирные люди и так далее. Почему это прошло все мимо? Все достижения культуры, все заповеди религии, все, что накопило человечество, чтобы в нас побеждал Авель и молчал Каин, почему это не сработало? Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте, господин Несен. Спасибо, что вы взяли мой звон. Это Феликс. Я решил позвонить. Я хочу ответить значительно короче и только на ваш вопрос. Почему такая масса людей верит в эту ложь, в этот абсурд? Ну, это зомбирование, зомбирование масс. И для фашистских режимов, безусловно, это свойственно. Возьмите, значит, гитлеровскую Германию или дикий Советский Союз и теперешняя Россия. Фашизм с этим связан. Я не хочу лезть в глубокую историю, но и у нас в демократической сцене в Соединенных Штатах даже в последнее время разве вы не касаетесь зомбирования людей? Возьмите выборы 20-го года. Сколько людей, которые считались грамотными людьми? Ну, хотя бы по документам, там, дипломы, все. Выборы нечестные. Выборы подделали. Но вы же понимаете, что в Америке очень жесткое правосудие. Если бы это так было, то уже какое-то количество юристов бы встали на уши и смогли бы это доказать. Ничего не было. Но зомбирование было. И по сей день неправильные выборы не так. Так что это сквозь у человека. И самое ужасное, когда зомбируют абсолютно в страшных вещах. В вещах, касающихся убийств, зверства. Ну, этому вообще нет не только объяснения. Это надо искоренять. Вот это я хотел сказать. Спасибо за внимание. Спасибо, Феликс. Спасибо за ваше мнение. Ну, конечно, существует зомбирование. Но куда мы денемся? Безусловно, есть искусные манипуляторы человеческим сознанием. Они знают, каким образом можно манипулировать. Есть разработанные стратегии манипулированные, причем довольно давно. Все это есть. И тем не менее, вот обычное человеческое гуманное начало, которое должно жить человеку, оно же должно сопротивляться зомбирование. Ведь же речь идет о жизни и смерти, о гибели тысячи тысяч абсолютно невинных людей, о гибели детей. Неужели это не может задеть, не может сколыхнуть, не может пробудить нечто, что больше, чем, ну, банальный страх, допустим, о выговоре на работе или еще чего-нибудь в таком духе. Ведь сейчас, в конце концов, в России не 37-й год, лагеря не сажают. Чего они боятся? Но это один момент. А почему они одобряют? Почему они это одобряют? Почему побеждает сейчас Каин? Ведь сейчас, по сути, это все старая, древняя библейская история. Война добра и зла, света и тьмы. И это же все происходит сейчас в наше время и на наших глазах. Конечно, я, как и многие наши слушатели, телезрители, не сомневаюсь ни одной минуты, что, в конце концов, добро победит. Так было много раз в истории человечества. И свет победит тьму. Так тоже было много раз в истории человечества. Но, тем не менее, тем не менее, мы с вами свидетели, на мой взгляд, страшной трагедии, которая уже в течение двух месяцев разворачивается на земле Украины. И действительно, не зря же говорят «братские народы». Помните термин? Братские народы. Ну, Каин и Авель же были братьями, верно? Вот такая история, дорогие друзья. И мы будем возвращаться к ней обязательно вновь и вновь, потому что можно, конечно, обсуждать, как идут бои на фронтах, ход военных действий. И я уверен, что многие из наших слушателей и зрителей как раз после этой программы выйдут на свои ютюбовские сайты, посмотрят, узнают. Но меня волнует самое главное вот это человеческое измерение. Почему сейчас мы видим поражение Авеля? Почему мы сейчас видим поражение добра в огромном народе? В огромном народе, который, казалось бы, однажды создал великую культуру? Почему великая культура не смогла предупредить то, что происходит сейчас? Это тоже один из важнейших вопросов, над которым мы с вами будем вместе думать в ходе будущих наших программ. А это, дорогие друзья, подошла к своему завершению. Оставайтесь вместе с нами. Будьте здоровы. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин